Здравствуйте! В эфире программа «Подробности». Начинаем потихонечку подводить итоги 2014 года, благо до его завершения осталось чуть больше двух недель. Сегодня итоги года подводим вместе с министром промышленности и инновационных информационных технологий Рязанской области Михаилом Пронином. Михаил Владимирович, добрый вечер! Чем запомнился этот год Рязани, Рязанской области как раз в плане промышленности, инновационных и информационных технологий? Ну, первое, наверное, нужно, конечно же, отметить то, что мы в 2014 году приступили к формированию ряда кластеров на территории нашего региона. Это и станкостроительный кластер, мы уже неоднократно с вами проговаривали об этом. Это текстильный кластер, это фармацевтический кластер. В 2014 году начало действовать на территории области такое предприятие, как «Форд». Своё новое, так сказать, «Форд», которое занимается у нас выпуском медицинских препаратов. Своё второе рождение провело предприятие «Медпром Бобини» кораблинской, тоже медицинской направленности. Пришли инвесторы на станкостроительный завод и пришли инвесторы на кораблинскую текстильную фабрику. То есть это основные направления, которые начаты именно в 2014 году. По ним очень чётко есть планы по всем дальнейшим развитиям, по всей работе, которую мы видим с этими предприятиями, с этими кластерами, с теми предприятиями, которые образуются вокруг этих новых объектов. Поэтому вот это, наверное, основные вещи по промышленности. Ну вот если говорить о станкозаводе, рязанском станкозаводе, то его возрождение, наверное, важно особенно. Это неоднократно подчёркивал и губернатор Олег Иванович Ковалев. И действительно это было одно из, скажем так, системообразующих предприятий в городе Рязани, которое помимо того, что оно работало как предприятие, оно, по сути, и содержало целый микрорайон. И вот то, что станкозавод распался и долгое время не функционировал, это, конечно, не есть было хорошо. Сейчас первый инвестор на территорию станкозавода зашёл. Есть надежда, что в следующем году эта работа будет продолжена и количество рабочих мест на предприятии увеличится? Безусловно. В этот год произошли первые сделки с имуществом уже. Новый инвестор выкупал у старых собственников ряд объектов. Они продолжаются в настоящий момент и ведутся переговоры по выкупу литейного производства. Это значит перевод людей в предприятия, которые уже будут обладать активами. Это и уверенность для будущих работников, это уверенность и для власти, что у нас будет понятный инвестор. Ну и, конечно же, плюс для инвестора, потому что они будут обладать тем предприятием, которое владеет активами и владеет людьми. Там же будут трудиться эти люди, где и активы предприятия. То есть это понятно, что это серьёзный объект, под который можно и кредитоваться и так далее. Ну и инвестор сам серьёзный, насколько я понимаю. Да, инвестор достаточно серьёзный. Здесь он владеет уже четырьмя предприятиями на территории Российской Федерации. Это ещё помимо нашего Рязанского завода. Это и Ивановский станкостроительный завод, Стрель-Тамаковский завод и Коломенский завод. Но, конечно же, наша основная задача, которую стоит перед нами губернатор, это те комплектующие, которые использовали бы на всех четырёх заводах холдинга, максимальное их количество, линейку, затащить именно в Рязань. Для увеличения у нас здесь количества рабочих мест и для увеличения выручки именно нашего предприятия. Николай Владимирович, ну вот что касается и увеличения количества рабочих мест и увеличения выручки, соответственно, налоговой базы – это архиважная задача, учитывая нынешнее состояние экономики и перспективы следующего года. Уже там все экономисты в один голос говорят, что год будет очень сложный. На ваш взгляд, удастся продолжить в следующем году, ну, по крайней мере, не хуже, чем в этом? Промышленность Рязанской области по всем показателям на настоящий момент растёт. Основной наш показатель – это индекс промышленного производства. Мы достойно выглядим, если нас сравняют с другими регионами Российской Федерации, достойно выглядим в ЦФО, на уровне ЦФО, показатель индекс промышленного производства. Конечно же, у нас растут значительные объёмы работы сейчас и выручки по предприятиям ОПК, оборонно-промышленного комплекса, потому что, конечно, сейчас и задачи, которые ставят перед нашими предприятиями обороны, федералы, Российская Федерация, поскольку задача действительно, ну, и то время, которое сегодня происходит. Поэтому я думаю, что и вообще диверсификация рязанской промышленности, то, что мы достаточно диверсифицированы в разные отрасли, это даёт где-то, если происходит какое-то небольшое проседание, что за счёт других отраслей у нас происходит решение по этим проблемам. Поэтому я думаю, что эта тенденция будет сохранена и в следующем году, и мы достойно будем выглядеть. Ну, а ваши планы, скажем так, министерские планы министерства на следующий год, каковы они? Губернатор перед министерством на следующий год ставит следующие задачи по промышленности. Конечно же, это дальнейшая работа с кластерами, которую я вам перечислял. Это основное, потому что по ним все дорожные карты прописаны, нужно выполнять и что жёстко смотреть за выполнением, потому что это важно и для наших жителей, и важно для экономики рязанской области. Вот это основное. Ну и, конечно же, продолжать точечную работу с предприятиями, потому что те или иные вопросы, которые удается решать, какие-то пока ещё в стадии решения, но возникают, жизни не останавливаются на месте, у предприятий возникают те или иные новые проблемы. Проблемы с контролирующими органами, проблемы взаимодействия с банковскими структурами и так далее. Те вопросы, которые нам ставятся, конечно же, мы будем продолжать совместно с предприятиями идти и решать. Что касаемо остальных направлений министерства, по связи в 2014 году были подписаны рамочные документы с операторами связи о том, чтобы довести качественный, доступный и быстрый интернет до населённых пунктов от 250 жителей и выше. И с 2015 года мы начинаем это выполнять. То есть уже первые населённые пункты начнут получать качественный интернет для себя. И, конечно же, это важно, тем более, несмотря на то, что федеральная задача растянута на 10 лет, губернатор перед нами ставит задачу за три года решить эту проблему для Рязанской области. Что касается нашего блока, связанной с информатизацией, это, безусловно, в этот год произошла значительная работа по настройке основных и переводу основных услуг в электронный вид. И основная задача на 2015 год – это уже качество для того, чтобы жителям это было удобно. На сегодняшний момент, конечно, существует некий момент консерватизма в переходе с бумажных вещей, с проторенной какой-то дороги, к которой граждане уже привыкли при получении услуг в электронный вид. Вот мы должны максимально доказать, что людям это удобно. И люди должны уже на себе в следующем году почувствовать, что это быстро, доступно, удобно. Ну и в заключение несколько слов о науке. Я вас уверяю, мы из года в год даем неплохие показатели и по новым изобретениям. Наши вузы, наши научно-исследовательские институты, наши конструкторские бюро на предприятиях. Много разработок в области оборонной промышленности, есть достаточно довольно-таки известных для России, да может быть и на мировом уровне. И, конечно же, глядя на то, какие в настоящий момент заделы созданы в нашей рязанской науке, мы подразумеваем, что в 2015 году рядом проектов мы также сможем гордиться, которые будут произведены именно на территории Рязанской области. Спасибо. Михаил Пронин, министр промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области, был гостем программы подробности. Мы подводили итоги 2014 года и строили планы на год предстоящий. До встречи в эфире.